Как и для всех, фонтанно. Момент, когда ты стоишь посреди посадки, просто слышишь, как вокруг и все разлетается и ты вообще не понимаешь, что происходит. Началось с того, что я увидел три сушки, которые скидывали по бомбе, короче. Война, это делать свою работу, не считая ни на какие условия. Это звуки приходов, это крики, это паника. Но ты понимаешь, что надо взять с собой руки и делать свою работу. Это как хорошие действия, так и плохие. Ты начинаешь относиться до некоторых вещей на много простейших. Ценуешь то, что в тебе есть. В часах ты понимаешь, что не в грошах, не в статусах, не в авто, квартире или в чем-то частях. Частя, это самое сложнее, что у нас есть наше жизнь. Наши и наших родственников, близких. Те, которые нам дают силу. Когда мы уже не можем увидеть свои зла насколки и ты вспомнишь о них. Мене поддерживает моя девушка, моя родина, с которой я не так часто общаюсь. Много чего есть, но мне хочется вспомнить из этого. Я уже почти 9 месяцев не слышал голоса матери, не видел своего окрестника. В целом, в своем месте я уже не был здесь полтора года. Встратил очень много друзей. Мой лучший братец из Азова стоял на Азостале до самого конца. Я потом попал в полон. Недавно мне написал мой друг по-братим, с которым мы еще в школе учились. Он был полтора года в полон. Сейчас он вышел. Еще один мой друг, который до последнего, даже когда уже место оккупировали, помогал людям. Потом уже, когда место совсем стало червяным, он смог выехать как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова